Мы живем в эпоху, когда наука неотделима от повседневности и каждый день несет новые открытия и новые технологические достижения. За последние 300 лет мировая наука кардинально изменилась, пройдя путь от основ механики до нанотехнологий, и на этом пути казахстанские ученые проложили свое неизменное направление. Множество отечественных открытий и разработок дали начало новым разделам науки и подтолкнули научную мысль в направлениях, которые были недоступны для нее прежде. История любого ученого-изобретателя — это история о том, как научная мысль переворачивает мир, распахивает горизонты и сотрясает основы. Люди, которых вы увидите в нашем сегодняшнем выпуске, меняли и меняют современную науку силой мысли, и это вдохновляет само по себе. Это изобретатели. Президент страны Нурсултан Назарбаев нередко напоминает правительству и народу о том, что за наукой и изобретательством будущее. За последние 10 лет в Казахстане возросло количество ученых и изобретателей. Соответственно, повысилась конкурентоспособность. В начале века инвесторы испытывали трудности в поисках людей, чьи идеи могли бы перевернуть ту или иную сферу деятельности страны. Нужна была площадка, где изобретатели смогли бы конкурировать с другими своими коллегами и обратить внимание инвесторов, стремящихся продвинуть отечественный инновационный продукт. И трамплином для большинства ученых-изобретателей стал республиканский конкурс достижений в области изобретательства «Шапогат». Конкурс впервые был организован 11 лет назад. По-настоящему стал стартовой площадкой для инновационных проектов множества изобретателей. Организаторы конкурса «Шапогат» — Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан и Национальный институт интеллектуальной собственности. Каждый год более 200 ученых со всего Казахстана представляют свои научные открытия. Правила конкурса утверждены совместным указом министров юстиции, образования и науки, индустрии и новых технологий. Изобретения соискателей в первую очередь должны быть не только научно обоснованными и социально значимыми, но и экономически эффективными. От сферы горнорудной промышленности, химических добавок, изобретения новых вакцин и методов лечения. Богатство государства не в недрах, а именно в интеллекте, в знании, а также его внедрении в производство определенных продуктов. И это называется изобретение, это создание. И поэтому мы считаем, что то государство, которое поддерживает новаторство, идейные, как бы скажем, определенные подходы к тем или иным вещам, и, соответственно, получает плоды. И это и есть, называется, как бы скажем так, генерация идей. Именно ихний пруд в последующем будет богатством нашего государства. Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Республики Казахстан в городе Астане стал настоящим новатором в медицине. Научные открытия специалистов НИИ помогают вернуть к полноценной жизни тысячи казахстанцев. В 2012 году учреждения наградили в номинации «Изобретение года». Их разработка признана сегодня не только в нашей стране, но и стала широко применяться по всему миру. Мы предложили свой вариант декомпрессивной ножки. То есть специально делается желоб. Вот эти финны выступающие, которые укрепляются хорошо, производится посадка. И на протяжении всей ножки имеется покрытие. То есть это бессементная ножка. И на это позволило на протяжении, скажу, уже 80 лет. Выпускается в Германии. Применяется и в Германии, и у нас в Казахстане. Мы успешно применили в Таджикистане, в Украине. В этом году планируется применение в России. Это Санкт-Петербург, Ярославск. Уже предварительная договоренность есть, потому что наши протезы, они имеют уже известность в дальнем зарубежье. Сегодня подобные изобретения вносят весомый вклад в развитие медицинского кластера в Астане. Уникальные по своей сути открытия помогут сделать молодую столицу нашего государства Центром современной медицины. Инновационные разработки Национального центра биотехнологии Республики Казахстан стали ярким примером того, что потенциал отечественных ученых в этой сфере просто огромен и неисчерпаем. На основании данного препарата мы написали патент, и в конкурсе Шапала 2012 года мы получили первое место в номинации изобретения года. Мы продолжаем теперь эту работу дальше. Мы теперь хотим разрабатывать на основании этих клеток препарат на основе специальной подложки, на которой мы будем культивировать клетки. Фибоспрей – клеточный препарат, эффективно восстанавливающий кожу с ожогами второй и четвертой степени. Сегодня он успешно применяется на практике в Астане. Фибоспрей способствует заживлению ран в два раза быстрее, чем лечение традиционными препаратами. И такое научное открытие, несомненно, является огромным прорывом в фармацевтике. Что эти клетки дают? Когда мы разработали такую систему нанесения в виде спрея, то есть мы наносим сверху на открытую рану эти клетки, которые временно предоставляют защиту и закрытие раны для организма. То есть организму уже не нужно так спешить и в попыхах закрывать эту пробоину, как в корабле, да, в корабле пробоина, ее надо как-нибудь заткнуть, чем-то под рукой лежит, да. Ну вот, такое, Игорь, можешь себе представить. Теперь этого делать не надо. Кто-то ее закрыл тебе, и ты можешь спокойно вызвать ремонтную бригаду и сделать все цивильно, грамотно и правильно, надолго. То же самое с организмом. Он может выращивать себе кожу, а не соединительную ткань, эти рубцы там и так далее. Вот. И эти клетки живут порядка месяца, там максимум полутора, и потом просто они отпирают, потому что у них больше нет запаса в делении. Соответственно, проблемы с пересадкой чужих клеток, чужой ткани не возникает. То, что учеными и изобретателями должны быть исключительно мужчины, давно устаревший стереотип. Представительницы прекрасной половины человечества упорно и, самое главное, продуктивно штурмуют инновационные форумы, конкурсы ученых. Быть женщиной-изобретателем значит быть не только хранительницей очага, но и делать жизнь людей качественнее, комфортнее и по-женски легкой. Для них есть отдельная номинация. Кандидат биологических наук Валентина Ремеле руководит лабораторией микробиологии Казахского научно-исследовательского института переработки сельскохозяйственной продукции. Сейчас она трудится над очередной научной разработкой. В 2012 году Валентина Ремеле стала победительницей в конкурсе «Шапогат» в номинации «Женщина-изобретатель». Мною было представлено 7 патентов, в том числе 6 микроорганизмов и один способ обнаружения афлотоксинов в зерене кукурузы косвенным методом по его желто-зеленой флуоресценции. Изобретения Валентины Ремеле по сравнению с агрохимикатами экологически чистые. К тому же эти биопрепараты повышают урожай сельскохозяйственных культур на 15-30%. Эти разработки значительно облегчат труд аграриев не только Казахстана, но и всего мира. Первая женщина-изобретатель Казахстана Слукен Рахмадиева вот уже более 40 лет занимается исследованием биологически активных природных соединений. Ее главное научное открытие отечественный проект «Суттиген» из травы молочая Джунгарского. Препарат имеет противоопухолевое, противовоспалительное, антиоксидантное, антигипоксическое, гепатопротекторное и ранозаживляющее действие. В Казахстане есть 53 вида молочая. Из них Слукен Бегалиевна исследовала только 15. На эксперименты и изучение одного вида уходит год. Вот уже 15 лет заслуженный изобретатель страны не отходит от своего рабочего стола, параллельно обучая студентов-химиков. Растение молочая является ядовитым. Если сломать стебель, то из нее вытекает белая субстанция, похожая на молоко. Ее называют «млечный сок». Именно в ней есть ядовитые вещества. Чтобы получить нужный нам препарат, мы с помощью инновационных технологий убрали яд. Мы взяли жиженый углекислый газ и сделали экстракцию. И под 15-20 градусами нужное вещество не загорает, не портится. Остальное все убирается, оставляет то, что нам надо. И это без использования органических реагентов. Слукен Рахмадиева – автор более 250 научных работ, в том числе одна монография, одно учебное пособие, 9 методических пособий и разработок, один биобиблиографический указатель. Кроме этого, изобретатель успевает заботиться о семье. Но когда все ложатся спать, она снова садится за рабочий стол и продолжает работать над своими проектами. Такое даже не все мужчины могут. У нас тоже большинство изобретателей – мужчины. За рубежом все химики тоже практически мужчины. Но когда училась я, то в нашей группе были одни девочки. Поэтому то поколение сейчас разбрелись по сферам формации, биотехнологии, химия природных соединений, ботаника, биология – везде женский пол. Потому что только женщины способны работать с микровеществами. Это же надо сидеть, собирать мелкие частицы. Мужчины нетерпеливы. Поэтому мы здесь. Жительница Астаны Маржан-Досмагомбетова изобрела экологическое моющее средство. Свой проект она также представила на конкурсе изобретателей. Ее экологически чистый стиральный порошок уже производится на западе Казахстана и имеет спрос. При разработке проекта «Очистка почв от нефтяных загрязнений с помощью фосфат-ионов и биологической рекультивации» она использовала техническое синтетическое моющее средство «Ошаган», которое является вредным для здоровья. Изобретатель хочет донести до казахстанцев информацию о вреде большинства стиральных средств. Она уверяет, в наше время нужно быть грамотным в бытовых средствах. У стирального порошка, созданного по моей технологии, нет фосфат-ионов. Большинство порошкообразных моющих средств, которые содержат поверхностно-активные вещества с фосфат-ионами, вредны. Фосфаты раскрывают радикалов бензольного кольца. После этого они не поверхностны, они активны. Они при стирке, не смываясь, остаются на одежде. Сколько ни стирай, они не исчезнут. Далее остатки, пробираясь сквозь одежду, доходят до нашей кожи и могут оказаться в кровяной системе. От них страдают почки и печень. У некоторых они вызывают сильную аллергию. Особенно детский организм слаб перед коварными остатками стирального порошка. В Европе еще в 90-х годах запретили бытовые моющие средства с фосфат-ионами. Мадина Сарсенова победительница в номинации «Самый молодой изобретатель». Суть ее проекта – внедрение безотходного способа очистки и обеззараживания загрязненных вод с помощью коагулянта, содержащего шестивалентное железо. Отработанный коагулянт утилизирует совместно с различными твердыми промышленными отходами и органическими отходами растительного происхождения. Мадина – соавтор этого проекта под названием «Коагуляционная очистка вод» с утилизацией отходов в виде стройматериала. То есть по схеме у нас получалось так, что по технологической схеме на входе мы вносили отходы, то есть природные целлюлозные отходы, такие как перья птиц, стружка, опилки, ну и так далее. Также добавляли очень сильный окислитель, это шестивалентное железо, его очень легко получить. И на выходе получали конечный продукт, конечный чистый продукт в виде так называемых строительных материалов, так называемых арболитов бетона. То есть это очень прочный, морозоустойчивый, влагоустойчивый материал, типа современного саманового кирпича. Все наши исследования проходили на базе ТО «Ахман», это в городе Ак-Тубе. То есть важно отметить, что мы сейчас все работают, ну в основном экологи работают по принципу отходов-доходов, то есть мы получали, что вносили отходы и получали продукт, который уже дальше можно использовать, делать это коммерчески. Проект «Шапогат», ставший отличной поддержкой для ученых-изобретателей, результат деятельности руководства и коллектива комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан и Национального института интеллектуальной собственности. Решили придумать нечто, которое бы одухотворило изобретателя, поодушевляло бы на долгие годы, на какие-то благие дела для себя, для Родины, как бы это банально ни звучало. Вот таким образом, значит, придумали такой конкурс и долго спорили, спорили, что только не предлагалось и потом все-таки пришли к единому мнению назвать этот конкурс шапогатом. Шапогат – это арабское слово, что означает милосердие вообще в целом. Но это милосердие не к изобретателю, это не жалость по отношению к изобретателю, а милосердие нам, обществу, со стороны изобретателя. Своим трудом изобретатель нас избавил от чего-то такого, скажем, примитивного, механического и поднял уровень развития в какой-то сфере, в какой-то отрасли. В конкурсе могут участвовать только запатентованные изобретения. Патент – очень важный документ. Только с ним новаторская разработка признается в научной среде и притворяется в жизнь. Во всем мире патент считается движущей силой инновации в экономике. Сегодня немало предприятий, получивших патенты на свои изобретения, успешно работают не только в стране, но и на мировом рынке. К примеру, международный научно-производственный холдинг «Фитохимия» выпускает более 43 наименований продукции, признанных фармацевтикой на международном уровне. В их числе – один из эффективных в мире препаратов против раковых заболеваний. В отношении препарата «Арглобин» я хотел бы особо отметить, поскольку препарат запатентован сейчас в 25 странах мира. Имеется патент не только Казахстана, но и в Соединенных Штатах Америки, в Японии, в Китае, в Германии. Защищен европейским патентом в ряде стран Европы. И в этом плане я хотел бы сказать, что патент, как раз способ получения «Арглобина», он позволил нам привлечь инвестиции для строительства карагандинского фармацевтического комплекса. С каждым годом в Казахстане все больше людей увлекается наукой и изобретениями. Наши соотечественники жаждут создавать и созидать. Соответственно, участников научного конкурса «Шапогат» все больше и больше. 50% изобретений, которые стали призерами конкурса за все 11 лет, уже внедрены в производство. И этот показатель доказывает, что конкурентоспособность отечественной науки и изобретательности только улучшает гении казахстанских ученых и экономический потенциал страны. Популярность науки растет с каждым годом. Изобретатели заслуженно получают высокие оценки и признания иностранных экспертов. Со временем проведения первого конкурса прошло более 10 лет. Но интерес к нему растет с каждым годом. Повысился и статус самого мероприятия. Он стал на сегодняшний день международным. Об этом свидетельствует оценка генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности Франсиса Гарри, который отметил высокий организационный уровень проведения данного мероприятия. А также президентом Евразийской патентной организации господином Григорьевым, который ежегодно участвует в этом конкурсе и вручает золотую медаль Блиника за вклад в изобретательское и патентное дело. В нашем государстве есть все предпосылки для поддержки именно таких гениальных людей, именно как генераторов идей и новых, как бы скажем, творений. Поэтому творите. Это то чудо, которое, как бы скажем, дадут определенные результаты вашей деятельности. Изобретательство это творческий процесс, приводящий к новому решению задачи в любой области техники, культуры, здравоохранения или обороны, дающий положительный эффект. Но чаще всего изобретатели находят себя в науке. Склад ума, желание облегчить жизнь людям и совершенствовать мир, это всегда будут постулатами как изобретателей, так и ученых. Казахстанские изобретатели славятся своими достижениями на всех континентах, но делают они свою работу исключительно ради своих соотечественников. Наука требует точности. Изобретательность это точность, нарушившая правила. Но между этими двумя нет четкой границы, где начинается одно, а где заканчивается другое. У них цель одна, это помощь людям. Начиная с 1993 года, компетентные органы официально зарегистрировали более 29 тысяч отечественных ноу-хау. И это только начало пути. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова